Свои первые впечатления от слова или книги Владыки Антони, когда вот ваша первая с ним встреча произошла, может быть, еще не личная? Как раз об этом я хотел сказать. Первая встреча с Владыкой Антони у меня произошла в Москве в 1967 или 1968 учебном году. Не личная встреча, а встреча по радио. Встреча поразительная. Я его, если раньше и слышал, как-то не обращал внимания, а может быть, даже не слышал. В Рязанской области у нас был хороший приемник, и мы слышали BBC, иногда и из «Голос Америки», тексты духовные и церковные, но я как-то особо не обращал внимания. Но в 67-м году я уже уехал, в 66-м году я уехал из Рязанской области и учился в училище Гнесиня. И я не помню, какой месяц, или два, или три месяца, но Владыка Антоний каждую субботу пять минут говорил о Христе. Пять минут. И у меня две сестры были, тоже учились в этом училище. Мы, стояв в стеночную, мы спешили домой, в общежитие, для того, чтобы успеть послушать эти пять минут Владыки Антонии. Это была действительно встреча. Так как он говорил, никто не говорил. За пять минут сказать о Господе Иисусе Христе. Что-то очень трудно. А он умел вкладывать такой объем, такую глубину и такое отношение к Богу, к Господу Иисусу Христу. Что мы записывали тогда на катушечный магнитофон «Романтик». И где-то у сестер ли этот есть, у меня ее нету, в этой записи. Она уже на дону рассыпалась. Хорошо бы и найти такие эти. И с пяти минут сложилось приблизительно полтора часа. Но это неповторимо. Поразительно. И когда он говорил, все отступало. И вот его слово, звучащее, я даже образно видел. Я же воспитывался в Рязанской области, в селе, в глухом. И мне представлялось, зимой, это было зимой, представлялось, как из космоса, как из птичьего полета вся Россия заснеженная, засыпанная снегом. И в каких-то домах люди включают эту станцию и слышат проповедь святителя. И эта проповедь имела такую силу апостольскую, которую я так никогда и особо и не встречал, такую мощную силу. И даже мне представлялось, и я об этом думал, когда я слушал, что к нему, к Владыке Антонию, относятся такие слова. Во всю землю, изыди, вещание твое. И технические данные позволяют, в полном смысле слова, исполнить это. Псаломские слова. И даже не хотел бы рекламировать эту станцию, которая, говорится, уже прекратила свое вещание на Россию, не знаю. Во всю землю, изыди, радиовещание твое. Это проповедь, как с неба, без глушилки, как в Москве. Люди слушали, и все. Я думаю, очень много людей узнали о Боге, стали верующими, благодаря Его, вот этому подвигу, которого надо все отбросить, все отставить в сторону. И пускай он записывал не каждый раз по пять минут, он записывали его, может, частями, на то, что говорил он, высшего уровня проповедь, слава Божией. Можно сказать даже, что такое влияние на человека, как отец мой, отец Иоанн Крестьянкин и как Владик Антоний, они равновоздействовали и формировали души человеческие. Это подвиг, который мало кто понимает и знает. И сам Владик Антоний тоже не знает, сколько же людей его слушали, сколько стали верующими. Это такая благодарность ему. Я был совсем тогда молодой человек, у меня было 16-17 лет. Это на всю жизнь, как будто он вчера говорил. Вот такая сила у него была, именно духовная сила. Сила насыщенности, смыслом. Слово Божие, оно как живая вода, причем скачущая в жизни вещь. Она прыгающая, она энергичная, сильная, наполненная благодатью. Вот это все было, и я, конечно, что я мог сделать? Я только сердце складывал, а у меня же был комплекс деревенский в Москве. Я никого не знал. Я не знал, что он мог приехать в Москву. Мне никто не говорил, что надо поехать в такой-то храм, он там будет служить. Нет, я был ушиблен, ошеломлен городской цивилизацией, и просто никто нас не знал, и мы не знали никого. И поэтому я дальше никаких общений с ним не имел, в отличие от многих. Вторая встреча, если можно, да? Да. Настоящая встреча. Встреча ни в коем случае, ни какого-то диалога или монолога, если я бы всем говорил, в коридоре. Духовные семена. Он просто шел, а я его увидел, и подошел к пациенту, Владыка Благословителя. Ну, как-то, как принято, как и принято перед архиереем, но именно с тем чувством, который был у меня уже, от знания этих его проповедей. Он очень тепло на меня посмотрел, благословил. Я какие-то несколько слов сказал, а он спешил, все, все, и пошел дальше. И после этого я получил очень большой выговор от нашего начальства. Какое вы имели право подойти к иностранцу, говорить с ним, кто, ну, и до красноты. То есть это такое было, как преступление. Я недумевал. В моей деревне, где я вырос, у нас вот таких вот отношений с другими людьми никак, во-первых, не было никогда. И потом нас не инструктировали, что нельзя подойти. И все равно осталось очень сильное впечатление от этого буквально десятисекундного общения с ладыкой, митрополитом. И уж потом, много лет спустя, 31 год назад, ладыка приехал в Николохомольский храм служить литургию. Точнее, все ночные сначала, все ночные бедения и литургию. Сразу после подучения ученой степени доктора богословия Гонорис Кауза Московской Духовной Академии. Ему вручили докторский крест. Там были торжественные речи, и все было очень красиво. Меня-то я там не был, потому что я был на приходе, служил. И он после этого первую службу служил в Николохомольском храме. Мы волновались. Знали, кто это. Чувствовали. Уже кое-что прочитали к тому времени из его творений. И слышали. И хотели встретить и помолиться с ним. Это самое главное. И брат мой, отец Михаил, служил в храме Петра и Павла в Лефортове. Я ему позвонил, сказал, я буду служить с ладыкой Антонием. А он говорит, давай, постарайся, посмотри, как он говорит в проповании, что он делает, какие у него глаза, есть ли жесты, какие жесты. Вот посмотри. И как он служит, очень было бы интересно. Я говорю, обязательно, обязательно. Приехал Владыка, мы служили все ночные, где не оно легче, чем в литургии служится, и поэтому особо не было. Никаких особых не было. Он как служил, как все, просто, скромно, тихо, спокойно. И мы служили тоже спокойно, тихо, и не было такой помпезности, которая бывает на литургиях. И вот Владыка обернулся к народу после литии и стал говорить, пробуйте. Записывали магнитофоны. Кстати, у меня сейчас нет этого текста. Опять-таки, единица с этим рассталась. Он говорил просто, спокойно, опираясь на жезл. И вот там была и сделана эта фотография. Я считаю, ее одной из самых лучших фотографий. Кем? Не знаю. Я просил фотографов, пожалуйста, меня сделайте. Владыка Антония, что у вас получится? Я вам денежку дам доделать обязательно. И они мне сделали, передали, и я денежку передал. Но автора я не записал. Кто фотографировал, я записал. И нигде больше не видел эту фотографию. И вот даже фотографии их на сайте, я специально просмотрел их. Есть одна фотография в Хамовниках, он у Престола. Есть фотография в Лефортове. А вот этих фотографий нет. И я рад, что вот сейчас люди увидят эту замечательную фотографию. Одну из самых лучших фотографий. Он стоит, вдохновенно смотрит. У него такой взгляд, такой напряженный взгляд именно проповедника, святителя. И речь, когда он, как он говорит, это все у него выражено на лице. Я считаю, что это одна из самых лучших фотографий. И я удивился, когда я слышал его проповедь. А у меня она показалась такая простая. И ничего особенного примечательного нет. Сказал просто проповедь. Хорошую проповедь сказала. Потом я домой пришел, стал слушать второй раз, третий раз, четвертый раз. И глубина открывала все больше, больше, больше. О-о-о-о. Это не так-то просто. Это не так-то он легко сказал. Это надо понимать. Это глубоко понимать. Искать там смысл. Так что, вот это внешнее впечатление, оно было совершенно от утомленности и от средства состояния переживаний, как говорил Владыка. А вот почитать, вдуматься, это было бы совершенно серьезно. Потом он служил литургию. Началась литургия. Перед литургией кождение всего храма, который полагается делать диаконом, протодиаконом. Я иду с кождением, окажу весь храм, а там мы ждем приезда. Владык еще не приехал. Иду с кождением по всему храму и дошел до колокольни. Смотрю, Сергей Сергеевич Абельницев идет. Я так обрадовался. Замечательно. А я был на его защите и знал, когда она была, и поддерживал молитвенно, и даже к нему подходил его. И говорил, что наш храм поддерживает вас, Сергей Сергеевич. Он меня увидал и поздоровался. Я говорю, Сергей Сергеевич, вы записку написали. Он стоял, записку писал. Здравия. Давайте я возьму, я почитаю ее. Не надо там ее есть как давать. Взял его автограф для использования рабочего. Потом, уже после службы, во всех записках и нашел записку о упокоении. Потому что это автограф Сергея Сергеевича. Сделал копию для себя, имею в виду рукописную для молитвы в алтаре. А это я вложил в его книгу по этика ранневизантийской литературы. Открываешь книгу там о здравии, а в конце открываешь за упокой. Я не приклеил, просто вложил в книгу. Начали за здравие и кончил за упокой. Вот такое было замечательное, что люди пришли. Было очень много людей пришло. И даже вот Сергей Сергеевич пришел молиться. И даже подчищался вот этот день Святой Христа в Ахтай. Потом приехал Владыка. Мы его торжественно встретили. Служба была замечательная. И вот ощущение очень сильное. Мы ему мешаем. Он сосредоточен. Он молится перед Богом, перед престолом. А мы ему то одно, то другое. Он, видимо, так никогда не служил в Лондоне. Он просто все служит. А мы, как полагается, по русскому обычаю. И выключка, и все прочее. И красиво все это. И явно, что это мешало ему. Но ничего не сделаешь. Мешать-то мешало, но он терпел. Брат тоже просил, как он служил. Расскажи. И я ему говорил, стоял у престола. Никаких лишних движений не крестился часто. Или там, где не положено. Очень часто русские батюшки крестятся после каждого возгласа. Он этого не... Спокойно. Я созерцал старинную традицию. Прежнего времени, когда так батюшки служили, было очень важно это видеть. Очень молитва продуманная и прочувствована, и строго-строго, но каждое слово было наполнено смыслом. И я бы старался тоже, как бы так, мне даже не помешать, чтобы никак... Главное, чтобы посмотреть, как это служится. И это было просто замечательно. Молитвенно. Весь ушел в молитву. Потом причащал народ. Потом тоже говорил кто-то народу. А потом, в самом конце службы, когда уже все приложились, и он терпеливо всех прикладывал, я подвел свою супругу Маргариту. Мы были бездетные 6 лет. Поэтому мы, лично я, был немного тронутый моей возможной бездетностью. И когда у нас было уже, ты дочка родилась, а еще 2 мальчика были в отрубе, то у меня была немножко здесь радость такая, которая... И я подвел Маргариту и говорю, Владыка, ну, благословите мою матушку и моих двух мальчиков, моих двух детей, двойняшки. А вот, а почему, что? Я говорю, Владыка, очень хочется, чтобы они были священниками. Благословите, чтобы они были священниками? Он какой-то хитрый. Владыка, у нас такая традиция в семье, уже 300 лет. Ну, уж благословите, чтобы они были батюшками. Ну, ладно, если хочешь, сильно благословлю. И благословил, вот так, сверху, моих двойняшек. Вот один из них сейчас благословился. Это было очень радостно. Больше того, он, ему кто-то цветы дарил, а мы идем в колокольню, чтобы его накормить. Он говорит, так, матушке передай, и дал немножко цветочков для матушки. Это было очень трогательно, чтобы на все было нормально, хорошо. Это было замечательно. На колокольню мы поднялись, мы его пришел, он сел там, чтобы накормить его. И вот тут был момент такой, что подойди и спроси, о чем, как говорится, душа наболела, и духовные вопросы. Я на него смотрю и вижу. Он устал. Как ему можно после литургии еще трудиться и о чем-то говорить? Это невозможно. Литургия отнимает все силы. И я решил, ничего, не надо его тревожить. Не буду я о нем ничего спрашивать. Я с ним просто, я с ним поговорю, а спрашивать и напрягать его, это не милосердно. Поэтому так просто там, Владыка, да, 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 да. О том, о всем, да, о всем. То есть никаких серьезных не было, ни вопросов, ни ответов. Потому что это было не вовремя, не надо было этого делать. Ну, вот так в шутку, кабы в шутку, и я ему говорю, я ему говорю кабы в шутку. Владыка, вот мой брат служит в Лефортове диаконом, но у нас с ним вышел такой спор. Лев Толстой жил рядом с хамомниками, и я говорю брату, а вот Лев Толстой в наш храм ходил молиться, а он мне говорит, нет, Лев Толстой жил в хамомниках, а молиться ходил в Лефортово Петра и Павла. Владыка мне говорит, отец Сергий, хочу вас огорчить, сегодня вечером я служу в Лефортове. Он поддержал эту идею какую-то полушутливую. Хочу вас огорчить, сегодня вечером я служу в Лефортове. Он служил в Лефортове, брат мне звонит. Я внимательно смотрел, как он проповедь говорил. Он никаких жестов не делал, ничего, говорил только все. Глаза, очень выразительные слова, никаких жестов не делал. Только один раз приподнял и ударил. Даже вот такие детали. Мы с братьями понимали и ловили все, что возможно, даже как он говорил, что говорил, как он служил. Это было большое счастье и радость и для меня, и для брата, что он там служил и так молился. Это, вот у меня это отношение. Я очень хотел, чтобы эти фотографии увидали сестры Майдановича. Потому что они так почитают вот это. И откладывал, 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 откладывал. Что я откладывал, я не знаю. И опять-таки, это мой комплекс деревенский в Москве. Как я его могу кому-то найти, куда-то пойти. И так они оставались у меня до сегодняшнего дня, когда я хочу, чтобы люди их могли видеть. Я помню, вот я не знаю, кто был, Елена или Татьяна в Московской духовной академии в библиотеке. Книги выдавала или какое-то время там была? Кто из них, я не помню. Мне кажется, они обе какое-то время там были. Там были, да. Я помню такие глаза, такие печальные, понимающие. Я понял, вот кто оценит, вот кто любит. Вот им эти фотографии надо отдать. Но жизнь проходит и вот только сейчас. И то уже одна не увидит, она видит уже оригинал. Но хотя бы порадуется тому, что есть. По поводу владыки, что еще могу сказать. Я ему сказал, владыка, я уже так долго служу дьяконом, а священники мне не рукополагают. Как быть? Как быть? Что делать? Почему я не могу быть священником? Он мне сказал, ври больше. Это замечательное слово. Это мой отец это слово употреблял в 20-30-х годах. Дед мой употреблял, когда его дочки пели трио в церкви. Он говорит, ой, как они там врут. А там была секунда. Ой, да, врут. Это ври больше. Это такая вот старина. Она говорит, что значит ври больше. Не попадай в тон. Возьми игол с каким-то не очень громким, не очень четким. И тебе руку положить быстрее. Я говорю, владыка, я десять лет хорошо служил. А сейчас три больше. Так что не пришлось использовать его совет. Не получалось. И потом уже довольно скоро меня рукоположили. Ну правда лишь. Правда лишь. И через шесть лет только лишь после этого. Приезда владыки. Антония. Антония. Вот и все, что я могу сказать. Главное, сильное впечатление от проповеди по радио шестьдесят шестого, шестьдесят седьмого года. Нет, шестьдесят седьмого, шестьдесят восьмого года. Прошу прощения. Шестьдесят седьмой тире шестьдесят восьмой учебный год. И вот это сильнее всего. И поэтому, независимо от того, где был кто, близко или далеко, кто часто общался, кто не часто общался, я являюсь ярким примером того, что общение было только один раз на литургии божественной. И больше ничего. Даже я не смог поговорить по своим вопросам от его приотомленности. Но этого было даже и не надо. Все, что он говорил, он говорил, это было в звуках, это было в слове, это в его творении. И поэтому в этот юбилей надо сказать большие слова благодарности тем, кто сохранил его проповеди. Те, кто транслировал его проповеди, те, кто переводил его проповеди. Те, которые поняли, какой это человек. Потому что этот человек совершенно необычный. Бог посылает таких людей очень редко. И что хочу сказать, почему на фотографиях, которые у нас сохраняются и остаются, фотографы нам дарят то, что где вот ты рядом стоишь. Мне не было такой просьбы к фотографам. Они считают, вот я поехал в такую-то местность, там я встал рядом с пирамидой или там встал колонной и все прочее. Вот я там был, я там был. Нет. Это не то. Это не то. Это не то. Эрмс Владык Антоний совершенно не работает. Не в этом дело. А дело в том, что человек такой, как Владык Антоний, он притягивает как мощнейший магнит всех людей к себе. От чего? От того, что у него было подлинное богообщение. Он с Богом общался и молился, и размышлял о нем, и созерцал его. Причем он никогда не был просто так вот, как бы отдыхал. Он всегда был в присутствии Бога. Он всегда был напряженный. Он всегда был, его некая богослужебность в его чертах, линиях и в его отношениях к людям. И вот это очень серьезный момент, очень важный момент. Его богообщение, оно перепад. У нас человека общение, общение с природой, а там богообщение. И люди неизбежно стремятся туда, там, где больше этого богообщения. Яркий пример преподобный Сергий Радонежский. Когда он сжил один и молился в Намаковце, первые только лишь были поселенцы монахи рядом с ним, то, ну правда не на первые годы, а уже лет пять-шесть спустя, к нему приехал Симон, архимандрит из Смоленска. А архимандрит в древности был не сейчас как архимандрит. Это было как уж на уровне архиерея. Это почитание, уважение, это высочайший уровень был. Он оставил все, весь Смоленск, всех людей. И он даже снял с себя все, что полагается архимандриту, и в простой черной одежде, как новоначальный, пошел к преподобному Сергию и от него не сходил. И там молился, трудился, повязался и скончался даже еще при жизни, кажется, преподобного Сергия. Вот какой эффект. Это люди, притягивающие к себе. И вот недавно я приехал в один приход, там, где батюшка был, и стал смотреть, как этот приход. Сохранил прежний притяжатель к себе притягивания или нет? И я вижу, нет, не сохранил. Так почему же, когда там батюшка служил, почему же это сказалось центром вселенной? А батюшка, который там служил, он осознавал всю божественную литургию, он знал творение святых отцов, он знал наследие культурное, музыкальное, литературное. И вот это притяжение, мы, приходя к этому батюшке и входя в границы его прихода, мы входили как некий, не только культурный центр, и духовный, и молитвенный. И главное, что здесь все это обитало живыми, живым восприятием. Его личное восприятие передавалось на все окружающее пространство. И, глядя на него, кстати, он ровесник Владыка Антония, и слушая его, не требовалось больше ничего в жизни, никаких развлечений, никаких интересов, ничего. Полнота жизни была от одного присутствия этого человека. Так и Владыка Антония. Почему вокруг него так все? Потому что он притягивал к себе небо и щедро раздавал его вокруг людям. Ради него Бог посылал людям совершенно другую благодать, силу и плод общения с ним, с Богом. И таких людей очень мало. Они называются святыми. Мы их только лишь знаем, что когда их прославить, неизвестно. Но в случае с Владикой Антонием, как мне кажется, в этом речи нет. Причем есть ревнители, которые говорят, вот это не точно у него, вот это неправильно. Здесь он так сказал, и вот здесь он так сказал. И, простите, а он что, безгрешный? Во-первых. Во-вторых, у апостолов тоже были свои недостатки. И даже один апостол говорит про другого. А вот у него вот это вот неудобно, неудобно, разумительно. И что? А Господь щадит и всех тех, которые к нему приходят. Больше того, были попытки научные сделать Евангелие сборное из всех четырех евангелистов. Чтобы было все четко, а эти евангелисты не нужны. Провалилась эта идея. Для студентов семинария может это полезно, но для людей нет. От Луки, от Матфея, от Иоанна, от Марка. Личность. Они вместе дают то, что нельзя составлять вместе никак. И поэтому вот это, эти люди имеют право даже на ошибку, если она у них есть. Меня резонуло воспоминание одного из знающих Владыков Антонио, что Владыка Антонио очень не любил притчу о девах юродивых и мудрах. Он говорил, я этого не понимаю. Я думаю, это он так воспитательно говорил. Может быть, для кого-то это было важно. Это был момент, когда кому-то надо было так сказать. Но здесь ведь можно, вдумавшись в текст, посмотрев у святых отцов, можно понять, что эти юродивые, мудрые девы не могли им отдать от себя, потому что они не могли воспринять. Как было бы легко. Взял и отдал. А вот Владик Антонио был рядом с нами. Мы же не стали святыми. Мы смотрим на него, видим. Так дайте нам от елеи вашего. Он говорит, я вам дам. А вы куда его нальете? Во что? У вас есть сосуд? Нету. Как же я тебе, как вам тебе отдам? Это тайна и загадка. Милость Божия – это одно. Милосердие – это одно. А вот то, чтобы взять и отдать то, что накоплено, хотели бы – да не могут. Куда отдавать – некуда. Прольется все. И отдали бы. Поэтому, в данном случае, Владик Антонио имел педагогические мысли. И здесь не стоит нападать на него со всех строгих позиций. Сказать, он этого не понимал. Все понимал. Но одним говорил одно, другим – другое. Если уж мой отец, сельский священник, говорил, выхожу нам вон, говорю проповедь. Говорю, говорю, говорю. И вдруг меня куда-то занесло в сторону. Я говорю совершенно о другом, о чем я раньше готовил проповедь. Говорю, говорю, говорю. Потом снова вернулся к этому и закончил. Через месяц приходит одна женщина и говорит, батюшка, вы мне ответили на мой вопрос. Я только боялся к вам подойти, и вы мне все сказали. Вот взаимосвязь. Так Владик Антонио, он кому-то отвечал, на это сказал, кого-то поддержал. А другие сказали, о, это вот так, это неправильно, нет. А это было важно тогда и для того человека. Это сработало, и он понял это, поддержался, а другой человек взял и оскорбился. А это не для него было сказано, а для того человека. Для меня, например, было потрясением, когда я прочитала, что Бог верит в человека. Насколько велика вера Божия в человека. И меня просто перевернулся, мне кажется, уже несколько раз переворачивающиеся миры. И ты начинаешь жить уже совсем по-другому, когда ты осознаешь, насколько он тебе доверяет, сколько он в тебя вложил и сколько он от тебя ждет в этом ответственном доверии, в этой ответственной вере в тебя. Мне запало в душу слова Владыки Антония, читайте Евангелие, и вдруг, если вы почувствовали, значит, это для вас вот это место. Берегите это, осознайте, переживите, ни в коем случае не бросайте, а вот читайтесь. Вот у меня так было с чтением Луки и Клеопии. Вот два года я не мог спокойно это Евангелие читать. Два года. Так меня пронизывало. Я так скорбел, что я не мог с ним путешествовать с такой Луки и Клеопой. Два года. Потом раз и полная ровная душа. Но я много потерпнул из этих двух лет, которые я читал. Я же как протодиакон, я главным образом читал Священное Писание. Это бы очень большая радость во время литургии. Если бы люди знали, как протодиакон или диакон читает когда Евангелие, они бы все как пчелы бросались бы вплотную к Евангелию и слушали, а что там можно услышать и вычитать. Вот все бы они не отступали, потому что настолько мощно читающее слово у дьякона на службе, оно на него особо воздействует. Очень сильно воздействует. И у меня даже есть беседа одна про это, про Луки и Клеопой, и некоторые выводы по этому поводу есть. Это тоже все было благодаря Вадыке Антонио. По поводу того, что он был доктором богословия Гонори Скаллина. Таких докторов-то у нас и нету, имею в виду то, что он был не столько профессиональный богослов, ведь профессионализм дает оттенок. Как нам сказал один профессор Духовной Академии на выпускном акте, «Прошу вас, не делайтесь профессионалами, не надо». И профессионализм недаром, прости господи, Сатана являлся одному из протестантских деятелей в виде профессора теологии. Так вот, скорее всего, Владик Антонио не столько богослов, сколько он владеет боговедением. И это и удивительно, он же не со святой горы Афон отвязался там много лет подряд. Он жил все время в миру, с людьми. И как у него получилось, как он смог вот это богообщение и боговидение до такой степени прийти так, что он людям всем помогал. И здесь никакого не нужно профессионального и систематического богословия изучать. Совсем не вот это. Священное Писание и творение тех, которые он цитирует, это все живое и яркое. И ни в коем случае не на основе. Это самая суть. И как Господь его призвал, интересно. Из-за не очень опытного преподавателя. Это прекрасно. Поэтому Владыка Антонио для всех нас. Такая радость в жизни. И такое понимание, ощущение. Я о нем всегда молюсь. Всегда вспоминаю. И с благодарностью. И дай Бог, чтобы больше людей узнали о нем, о его творениях. И чтобы сами начали приближаться к Богу, глядя и слушая Владыка Антонио. Вот это, о чем сказать. Спасибо. Еще, может, вопросы? Давайте, давайте, давайте. Нет, ну, вы потом, вот человек такой внимательный к слову, смотрели на его проповеди, вот уже в изданных текстах, там вы не пробовали найти тайну вот этого слова? В чем был вот именно его секрет? Или, не знаю, может быть, всего логический какой-то развод? Почему они воспринимаются так легко, так живут? Или это дело не в словах? Я, закончив Духовную Академию, имел тройку по гомелитике, то есть по проповедничеству. Не от того, что я плохо учился, а от того другие причины были. Мы просто издали катера, друг друга не любили. Преподаватели я. Но не в этом дело. А в том, что когда я сподобился говорить в проповеди из того же Амбона, что Владыка Антонио, в Хамомнике, я там и сказал 14 проповедей, выдачи у Сталина дьякона. Я понял, какая это грандиозная сила. И какие люди были другие. Люди, которые тогда были в Хамомнике, они могли бы тебя слушать всю ночь. Если ты проповед говорил всю ночь, они тебя всю ночь бы слушали. Сейчас другой пошел в народ, и другие люди воспринимают. Я к чему говорю? Нас учили в Академии, как говорить проповеди. И когда наша прихожанка рассказала, отец Сергий, дайте мне несколько ваших проповедей, я хочу публиковать в журнале Московской Патриархии. И я публиковала. Правда, она кривела на русский язык, потому что у меня больше междометий и недоговорок, и логическая связь слабая. Она кривела на русский язык. И я, получив журнал Патриархии, открыл его, посмотрел и стал смотреть. О, мои проповеди. Так, 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 так. И стал критически их читать. И я увидел, что с точки зрения гомилетики, они никакой ценности не представляют. Это не то, что можно было публиковать. И задумался, а почему же их опубликовали? И пришел к выводу, это какая-то тайна. В проповеди, в слове, в которой человек говорит, даже не важно, что он говорит и как говорит, а главное, что внутри вдруг откуда-то появляется. А это не передается. Этому не обучаешься. Это никак нельзя приобрести просто так. Это божественно какая-то, не хочу сказать, благодать, какая-то сила, которая заставляет людей слушать, читать. И я прочитал критически и понял, ну никуда не годно. А действует? Действует. Кто ведь виноват? Не знаю. Отец Лимой и Владыка Антоний. Что-то проскочило, какое-то, что их можно читать. Удивительно. А в Владыке Антонии все проповеди такие. Они не то, что лишь, они насыщенные, наполненные, переполненные. Они действуют так, что человек может жить изменить. Вот почему Владыке Антоний – это благодатное его творчество. И его проповеди, Слава Божие, действующие. Всю землю и изъяви вещи о ней. И в конце вселенной и глупого о них. Поэтому нам даже и в мыслях не было думать о том, что мы сможем хоть что-то близко к Владыке Антонии что-то говорить и что-то делать. Но механизм вот этот непознанный, его нельзя узнать. И от чего, как, это непонятно. Не поддается анализу, как и творение ангеликвитского. Я его и так, и так, и так посмотрел. А что же это? А вот это нельзя анализировать, так и в Владыке Антонии. Лучших проповедников я слышал. Не лучших, а лучших за XX век. Владыка, конечно, в ней этого ряда он выше. Одного, другого, третьего. И вот тоже такая же тайна. Нельзя объяснить, почему, почему его слушают. Что он говорит? Как он? Какие здесь тайны? Не поддаются анализу. Это все благодатное и сильное служение. Мне кажется, он настолько личный, настолько искренний, что я никогда с ним не встречалась, но у меня точное и четкое знание, что я знаю этого человека, читаю его книги. Закрывайте технику. Я хочу сказать, что, как вы понимаете, это счастье и радость, благодарность Богу, что Владыка Антоний почти рядом с нами жил. И мы его хоть-вот чуть-чуть. Смотрите, вот я рязанский, рязанский человек вооружащий. И я даже расподобился литургии, просто же. И любить его, и понимать его творение. Все. Пойдемте. Спасибо. Спасибо большое. А на фотографии я сейчас скажу, кто там стоит. Все нашли в денье 11 февраля 1983 года на Владыке докторский крест. Ему врученный буквально день или два назад, или, может, даже один день назад. Я не помню точно, какой день был здесь, когда он был в Академии. Это можно по его летсписи дать проследить. Он надел его впервые, потому что после вручения, первое богослужение 11 февраля вечера в Николу Хомонческом храме. Слева отец Николай Петров, настоятель нашего Николу Хомонческого храма. Владыке, я стою, как и полагается, во время литии. И, конечно, с благовением и с радостью и с любовью. Следующий. Вот, Владыка. Как он говорит. Посмотрите, как у него губы сжаты. Глаза. Специально большое разрешение, что можно было. Но такая фотография и была. Она еще не выцвела. Но сейчас она даже в цифре тоже выцветает все равно. Но это было 31 год назад. Очень сильная фотография. И я очень радуюсь, чтобы она была у Елены Львовны непременно. Потому что это... Посмотрите. Да, кстати, по поводу этой фотографии я хочу сказать, что в одном из календарей близких лет на последней странице обложки была фотография Москвы. Откуда-то сверху. Дома, 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 дома. И я... Эта фотография всего была до 9 на 14. Она не была больше. Такая была. И я ее так взял и приложил к этой обложке. И получились вокруг дома. А он сверху, как светитель говорит, внизу полис, город. А он говорит проповедь. И это так получилось. Такая композиция. Жалко, что я ее не сфографировал. Вот тут и рязанские заснеженные деревни с антеннами, которые слушают его слова. И Москва, город, 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 город. Который он говорит всем. И все не сразу. Думаю, тоже его слышат. Это одна из лучших фотографий Владимики Антони. Не я автор. Автора не знаю. Кто мне подарил, кто сделал. Тоже не знаю. И я ее просто сканировал ее и потом переписывал дальше. Так она осталась жива. Давайте дальше. Это уменьшенное. Это для... Да. Вот это отец Михаил Клочков. Наш клирик Николу Хамоновского храма. Эту девушку я не знаю. Кто там стоит, еще не знаю. Просто интересно с точки зрения исторической. Вот этот известен, этот человек. Он в фотогалерее имеется на сайте. Я его, к сожалению, не знаю. Владыка прикладывается перед каноном, прикладывается к иконе трех святителей. Кто здесь изображен? С левой стороны не знаю. Вот это отец Стефан Ткач. С левой. Одним глазом он смотрит. Отец Стефан Ткач. А этот ипподиакон, который есть в фотогалерее, ими его известные. Его, наверное, вообще знают, кроме меня. Это не знаю. Это отец Стефан Ткач. Ипподиакон не знаю. А вот это отец Мина Голухин. Это тоже клирик Трунцева Николу Хамовичского храма. Он недолго прожил. Он умер прямо на колокольне. Приехал утром. В ней ночь там ночевала. И сердечная лекарство схватилась и умер. А других особо и не вижу. Вот так все. А я держу Митрова. О! Как хорошо. Смотрите-ка. Митрова в реке. То есть вот дьяконское служение в этом не такое преимущество предсвященческое. Священники на дальнем плане. Я думаю, где они стоят. А я когда тосковал, что я не священник, я когда смотрел греческий текст Яна Богослова, я очень радовался. Там такие слова есть. Где я, там и диакон мой будет по-гречески. И слуга мой будет. Я говорю, про батюшек так не сказано. А про диакона сказано. Так что где Владыка Антоний, там и диакон рядом с ним. Вот на фотографии точно так дальше. А это литургия в Николу Холморском храме. После литургии молебен, которым святителем служится. Владыка стоит в облачении и в Митве с шезлом. И здесь знакомые лица, какие для меня. Вот этот из Иоанна Воина, настоятель, который к нему приезжал. Как его сейчас, я забыл. Батюшка. Но это он уже знает. Дальше занимает отец Николай Петров, то есть настоятель. А больше я никого особо и не вижу, и не знаю, кто здесь дальше стоит. А вот это, это как раз на колокольне, когда я попросил благословения, он благословен моих двойняших детей. А на колокольне я взял свой служебник, который мне привезли откуда-то. То ли из Рима, то ли из Греции. И я открыл это чистое листочки. Я говорю, Владыка, напишите, пожалуйста, ваш автограф. Мне очень хочется, чтобы вы написали мне. И он написал, буду храниться у вас в Митве с Антонией. И до 1997 года я это не написывал, а так уже теперь понятно, что жизнь такая краткая. И я написал, что это число хамоники и автограф для Владыки Дановства благословил Толию и Володю, чтобы они были батюшками. Но никак не получается у них пока еще выполнить благословение. Благословит по поводу священников. Может быть, он и тут думал о том, что все равно каждый человек свободен. Во-первых. Несмотря на то, что традиция, что вот отец хочет. Я хочу вам сказать, что очень мало детей священников идут по сапам отца. Это факт. Видимо, они с детства смотрят, видят, как это тяжело. И у них некоторый страх есть перед этим. Есть еще такая закономерность. Дьякон, если долго служит, он в священники не хочет идти. Он понимает, что это опасно. Это как на фронте. Он говорит, что лучше я паки-паки и домой, паки-паки и домой. Ага. И почему по поводу Анатолия и Владимира? Во-первых, у моих три брата, все священники, от того ничего другого, что отец на каждой литургии, когда кланялся перед святыми дырами, он преподавал прямо все и говорил в полголоса такие слова. «Господи, как я хочу, чтобы мои дети были священниками, мальчики». Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Я думаю, он думал. Я точно тоже самое по именам Анатолия и Владимира. И до сего дня молюсь, ну, беспрерывно. Упал я на ладыки, но при этом молюсь. Это я считаю, я хочу сказать, что это почти невозможно. Это вовсе не доблесть родителей, что дети становятся священниками. Это тайна. Непостижимая. Ах, вот они, мы из священнического рода. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стоит вот так говорить такие слова из священнического рода. Мы знаем о Илье, первосвященниках, что делали дети и чем не скончилось. Потеря ветка, чем завито. Это опасно, трудно, тяжело. И поэтому особенно так. Молодык сказал, ну, а какой-то хитрый. Я говорю, Владыку очень хочется. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем теперь на столетие преподавать. Скажем, молодыка. 31 год прошел, а почему-то они как-то не очень. Давай, Владыка, помолись еще. Вот. Вот такие фотографии. Вот такие фотографии. Вот такие фотографии.